Как вы видите, тема нашего сегодня урока – это заповедь уважения к старшим. В первую очередь, это уважение родителей, уважение мудрецов Торы. То есть, все это одно понятие уважения к старшим. Это очень важный заповедь по Торе. И так же говорится, что кто, не дай Бог, откорбляет своих родителей, или, не дай Бог, даже пьет, он подлежит смертному наказанию. Так что почитание и уважение родителей стоит на очень высоком уровне соблюдения этой заповеди. И мы это видим, что награда за это соблюдение этой заповеди, она очень высока, и наказание за нарушение этой заповеди, как следствие, и тот ущерб, который совершает человека, если он, не дай Бог, нарушает и проявляет знаки неуважения к своим родителям, он тоже очень сильно велик. Поэтому это и одна из фундаментальных, одна из очень-очень важных заповедей Торы, то есть уважения своих родителей. И особо актуально именно в наше время, когда в наше время, к сожалению, даже бывает в Талмуде, что перед приходом Аль-Шиеха наглость и хуцпа, наглость, оно очень сильно увеличится. И в первую очередь это будет проявляться в отсутствии уважения к учителю, в отсутствии уважения к родителям, не дай Бог. И поэтому в наше время это пояснение этих законов и соблюдение этих законов в первую очередь является очень важной и актуальной темой. Потому что в наше время, к сожалению, многие недостаточным образом обращают внимание и серьезно относятся к исполнению этой заповеди. Эти заповеди на самом деле очень-очень строгая по Торе. Говорится, что в процессе создания человека участвуют Трое. А кто? В явлении человека на свет. Отец, Мать и Святой Дух, то есть Всевышний. То есть есть по боли, да, то есть в священных книгах говорится, что все белые части человека появляются от Отца, а все красные части появляются от мамы. Да, то есть, ну, грубо говоря, то есть от родителей человек получает тело. Однако душу посылает Всевышний. Поэтому каждый ребенок, да, должен особым образом уважать родителей. в первую очередь, ну, кроме того, что это заповеди Тора само по себе, да, но кроме того, потому что именно родители дали ему жизнь. То самое ценное, что у него есть. Это его жизнь. Они получили от кого? Они получили от его родителей. Да, и даже если отец человека, не дай Бог, злодей, да, и делает это нехорошие вещи, то сын его все равно должен уважать. И даже мамзер, да, то есть незаконно рожденный, тот, кто был рожден от запрещенной половой связи, да, то есть, например, таможняя женщина своротилась, да, и переспала с другим мужчиной, и от этой половой связи она сбеременела, да, и родился ребенок. Ребенок называется мамзер. Такой такой человек, да, такой еврей, даже никогда не сможет зайти в Коаля Шем, да, то есть Коаля-то, как бы, в общину Израиля, да, то есть все имеет в виду, что не сможет отойти в общину Израиля, что ему запрещено будет жениться с другим евреем. Да, то есть и это даже никогда он не сможет исправить, да, то есть даже 10-е поколение Мамзеров, оно будет Мамзера. Да, то есть человек или породивший мамзера, да, то есть, все равно мамзер должен уважать своего отца, несмотря на то, что у него есть такой, как бы, огромный ущерб уже сразу при его рождении. И уважение к родителям должно быть не только уважение, но также, говорят наши святые мудрецы, что должен быть также страх, да, то есть или, другими словами, можно сказать, трепет. И на самом деле, как бы, законы, связанные с уважением родителей и со страхом, или другими словами, трепетом перед родителями, есть между этими различия, да, то есть вещи, которые связаны с уважением к родителям, да, и есть вещи, которые связаны с страхом перед родителем. И в Торе, когда говорится про страх перед родителями, сначала говорится, бойся мать твою и отца твоего, да, А когда говорится про уважение, сначала говорится отца, а потом говорится мать. Почему так Тор интересным образом переворачивает, сначала ставит вперед маму, а потом ставит вперед отца? Дело в том, что страх обычно по-простому у человека больше от отца. И поэтому Тор ставит в первую очередь маму, чтобы страх, который есть у человека больше к отцу, он тоже не забывал, человек, что маму надо бояться тоже. Но уважение, то есть обычно, как правило, ребенок больше любит, потому что более мягкая, то есть это мама. Поэтому, когда говорится про уважение, то уважение переводится сначала отца, что учить человека, что оттуда нужно проявлять уважение не меньше, чем к маме. Что же в себя включает страх? Страх перед отцом. Знаете, что нужно, ну, или, скажем, трепет. Страх в том, что такое слово, что я боюсь его, что он может делать неплохие вещи. Но здесь не имеется в виду, что страх, нужно бояться, что, не дай Бог, он здесь сделал плохую вещь, но именно здесь трепет. Нельзя занимать место отца, да, то есть если у отца есть какое-то определенное место в синагоге или, да, то есть в этом месте он специально молится, да, то есть это место нельзя занимать. Нельзя сидеть на его месте, да, то есть там во главе стола, да, то есть начинается будняя трапеза, то есть есть определенное место, где сидит отец, да, во главе стола. Вот, то есть даже в будни иди, то есть нельзя просто садиться и занимать это место, да, тем более нельзя садиться на кресло отца, да, на сиденье отца, которое бы ему предназначено. Нельзя спорить, да, нельзя возражать, да, тем более перед другими людьми, спорить там, нет, папа, ты не прав, да, там, на самом деле нужно делать по-другому, то есть все это тоже входит в, потому что у человека, не дам Бог, нету страха, да, перед отцом, то есть нужно, никогда нельзя спорить, да, да, если ты знаешь, что вот отец на самом деле не прав, да, нужно, ну, мы еще подойдем к тому моменту, где объясняется, если ты, допустим, точно знаешь, что отец ошибается, да, допустим, или даже не ошибается, а просто делает, скажем, ну, по марку, он оговорился, например, да, то есть в таких случаях нельзя управлять отца, говоришь, он будет говорить ему, что он говорит что-то неправильно. Вот, и говорит нам Шуханор, да, говорит нам Аллаха, что более того, что даже нельзя подтверждать любительность слов отца, да, то есть если отец говорит определенное утверждение, то нельзя говорить, да, да, мой папа, он говорит правильно, действительно так, да, потому что с таким, ну, казалось бы, правильным выражением, то есть мы выражаем некое неуважение к отцу, то есть как будто бы он, как будто он нуждается, да, в том, что мы признаем, что он прав или неправ. И что это относится к почитанию, да, к уважению родителей? В уважении родителей относится, что сын должен его кормить, да, то есть там, если он приходит к ним в гости, он должен предложить ему поесть, да, то есть если человек или отец, если в жестом состоянии, да, то есть там, может стать себя кормить, то сын должен его кормить, он должен его поить, да, то есть, если там отец, допустим, в шарде, да, или просит его принести там стакан воды, то есть принести ему попить и поить отца, это важный момент в почитании отца, да, так говорится в Геморре, так говорится в Талмуне, и это приводится в своде вереского закона, как нам нужно поступать, вот. Также нужно одевать отца, ну, понятно, что это имеет в виду, что отец к какой-либо причине может одеваться сам, да, то есть, ну, одевать отца, это особый запад по уважению и почитанию отца, встречать его и провожать, да, то есть, если отец уходит или, наоборот, приходит, то с мужиком встретиться в остановке, вот, и понятно, что приятным выражением лица и желанием его принять. Аллаха говорит очень интересную вещь, да, что если, например, родители спят, да, то нельзя их разбудить для того, чтобы они, допустим, открыли дверь, допустим, если ключ, да, лежит под подушкой у отца или мамы, да, и пришли, пришел человек, который хочет что-то у тебя купить, да, и если он не купит, то, получается, семья принесет эту убытки, принесет эту потерю, нельзя подойти, да, то есть, разбудить отца или мать, сказать, вот, смотри, у нас тут сейчас клиент, давай попустник ему продадим, давай ему ключ под твоей головой, да, то есть, под твоей подушкой. То есть, так нельзя делать, это неуважение к родителям, да, и сейчас подчеркиваю, да, что даже в том месте, где есть убыток. Исключением же является, да, то есть, когда мы точно знаем, что родители бы гласились в этом, да, то есть, родители заранее это предупредили, сказали, что если придет сейчас какой-либо человек покупать у нас товар, да, который продает эта семья, вот, то ты меня обязательно разбудил, да, то есть, в таком случае, понятно, что человек должен разбудить и открыть склад, в котором лежит нужный товар. Или это, если касается какой-то запад, да, например, если отец проспит минху, да, то есть, полуднюю молитву, которую можно молиться только до захода солнца, вот, или другую запад, которую можно исполнить только светлую часть суток, вот, сыну, да, или дочери, то есть, детям разрешается будить в этом случае своих родителей, чтобы они исполнили запад, да, или еще раз, если бы знали бы заранее, или если бы родители предупредили бы, что если придет человек, да, который хочет купить какой-то товар, то буди нас, да, то есть, если бы мы ранее знали, что дети родители этого хотят, или бы, тем более, если бы они предупредили, то в таком случае тоже можно будить. Но по-простому, да, если родители ничего не предупреждали, ничего не говорили, неизвестно, да, то есть, это было бы им желанно или нежеланно, если бы мы продали этим, мы их разбудили и потревожили их в сон, то в каких случае, конечно же, даже если, еще раз подчеркиваю, даже если будут убытки, то нельзя на них идти, то есть, нельзя будить их родители. И в Талмуде приводится такой интересный рассказ в трактатике Душин, что однажды мудрецы, да, искали, не помню точно, какую-то вещь, нашли только у одного нееврея, да, то есть, и хотели у него это купить, но он сказал, что я не могу вам продать, потому что мой отец спит, а врачи находится под его подушкой. Вот, тогда ему предложили очень большую сумму денег, да, с ним начали торговаться, да, то есть, он говорил нет, они говорили, ну, поднимать цену, он все равно говорил нет, да, он поднимали цену еще, 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 и он все равно говорил нет. Да, и вот, когда пришли уже до максимальной стоимости, да, и очень важная вещь, которая была нужна мудрецам, да, наверное, для служения в храм, я точно не помню, вот, он все равно отказался, вот, и в заслугу, то есть, его, такого большого, если заповеди, который он исполнил, да, даже за большую сумму денег, он не стал переводить в сон отца, он достоился, что через какой-то промежуток времени у него, в его имении, да, то есть, в его, там, деле, да, в его бизнесе, да, то есть, то есть, появилась красная корова. Вот, тогда мудрецы, ну, вы знаете, да, что красная корова, это пепел красная корова отличает от самой высокой степени духовной чистоты, вот, и, но пепел должен быть именно от красной коровы, да, то есть, если у коровы есть даже два черных волоса, то она уже не пригодна для исполнения заповеди от пепели красной коровы. Так вот, в заслугу, такой большой заповеди уважения родителей, который соблел этот нееврей, в его имении, да, в его владении родилась корову, у которой все-все-все волосы рыжие, да, то есть, все волосы красные. Вот, и тогда мудрецы к нему пришли и попросили, там, цену, да, и сказал этот человек, видать, он был совсем не глупый, сказал, что я знаю, что вы даже готовы были бы мне отдать все, да, эту красную корову, но я от вас потребую только, там, определенную сумму, ну, на самом деле, попросил не такую уж и маленькую сумму, вот, но, в общем, отсюда мы учим, как важно уважение родителей, как важно даже не потревожить сон родителей, когда они спят. Вот, если произошла такая интересная ситуация, да, если мать сказала своему ребенку, что ты вот должен сделать так-то и так-то. И он, как правильный человек, да, пришел и все это сделал, так, как сказала ему мать. Теперь приходит отец и знал, что его мать, да, его жена попросила сделать так-то и так-то, начинает возмущаться и начинает говорить, кто это сделал, я же ничего не просил, почему делается все без моего ведома, без моего согласия, да, то есть начинает ругаться, то сыну запрещено говорить, что это сделал я, потому что мне так сказала мать. Потому что тогда такой человек, он сильно подставит своей мать, и это просто нельзя. Вот, поэтому он должен промолчать, даже если отец подумает, что это он самовольно так поступил, да, и даже если все обвинение в конечном счете субботу на него, то все равно запрещено подправлять своей мать, даже если она на самом деле это попросила. Вот, если мы, допустим, видим, как наши родители, да, не дай бог, нарушают скорую заповедь, да, ну, здесь, если даже больше мы, а религиозных родителей, да, например, секс, он нарушает субботу по ошибке, да, забыть, что сегодня суббота, или забыть, что какая-то работа запрещена в субботу, и делает какое-то определенное действие, да, допустим, делает чай и выжимает стакан, выжимает пакетик чая, да, то есть запрещено в субботу, потому что это работа выжимания, вот, если все равно, как бы сын видит, как его отец нарушает субботу, то есть запрещено в субботу сказать, ой, остановись, папа, ты сейчас делаешь неправильно, ты нарушаешь субботу, вот, хилу, шаббат, немедленно прекрати, да, то есть так поступать ты не должен, а что он должен сделать, он должен аккуратно и спокойно сказать, да, с такого в таком фоне, а разве мы не учили, что так поступать нельзя, да, то есть как-то намекнуть, или сказать, а разве это разрешено в субботу, то есть таким вопросом, да, который ведет, скажем, отца на то, что то, что он делает, это не совсем правильно, согласно букве закона, вот, и таким образом можно поступать, да, но нельзя сказать, то есть, папа, ты поступаешь неправильно, ты должен все прекратить, ты нарушаешь субботу, да, то есть таким образом нельзя общаться с своими родителями, это не является неуважением, да, но можно подойти такой тонкой форме, форме вопроса сказать, а разве это разрешено в субботу, да, вот же там-то и там-то на бизнесе это запрещено, да, может быть, даже какой-то другой причина, может быть, действительно разрешено, вот, то есть в такой форме нужно общаться с родителями. Вот, вообще, у нас, да, то есть у больших, да, то есть у тех, кто не родился в религиозной семье, есть особая актуальность у этой темы, да, то есть связана она, как правило, с тем, что если евреи, баруха-шем, да, то есть начинает соблюдать тору и заповеди и делать много хороших дел, то нередки случаи, что это не особо нравится родителям, родители не в курсе, родители не в теме, вот, считают, что на них сына или дочь куда-то плохо повлияли, что их завербовали в какую-то секту, не дай бог, да, то есть даже знаком доходят, насколько еврейство, как бы, в России полностью было сожжено, да, насколько из людей полностью забрали вот эту вот связь с еврейством, да, что даже не дай бог читают, что их дети там попали в какую-то секту, да, то есть настолько, да, современный мир, тяжелая, как бы, ситуация, да, то есть особенно в России, да, насколько теми издет коммунизма полностью сожгло все стремление к святости и даже понятия, даже самые немедленно знания, что еврейство с двух сторон, да, и по маме, и по папе, да, то есть могут вызвать такие вещи, что их сын или дочь попали в какие-то сектанские руки, да, что их же, да, там, бабушки, дедушки, и прабабушки, и прадедушки, даже, может быть, их мама и папа соблюдали тору и заповеди, еще елемо отцу в Песах, да, то есть они уже начинают это, не дай бог, тору и заповеди ассоцируются с какой-то там сектой. Вот, но это отдельная тема, на самом деле, это не тема нашего разговора, но тема нашего разговора о том, что почитание своих родителей, да, и уважение их, выполнение этих заповедей. И как же будет быть в нашей ситуации, да, то есть когда мы, Маруха Шем, усиливаемся в торе и заповеди, хотим продвигаться в служении Всевышнего, а наши родители нам говорят, что не надо, это все пережитки прошлого, да, это еще в лучшем случае, если так говорят, да, то есть все это не имеет никакой силы, все это неправильно, да, и возникает проблема, что чем больше мы усиливаемся в торе и заповеди, тем больше мы отдаляемся от наших родителей, и с точки зрения заповеди уважения отца и мать, мы соблюдаем ее все хуже и хуже, да, то есть родители все больше и больше начинают на нас обижаться и мы все больше и больше отдаляемся от них, да, то есть как решить эту проблему. Вот, и говорят наши мудрецы, да, то есть случится это из пастука и сторы, что отца и мать ты их должен уважать, да, это заповедь по торе, все правильно, то субботы мои должен соблюдать, да, и что имеете в виду, как это объясняет наши мудрецы, что несмотря на то, что есть у тебя заповедь уважения отца и мать, если тебе всевышний, если тебе стоит заповедь, да, который те родители, допустим, говорят, нельзя это соблюдать, не должен им слушаться, ты должен им пойти наперекор, вот, и как бы не проявить, да, в этом случае уважение от своей матери, все равно исполнить эту заповедь, да, и логика на самом деле очень проста, почему если родители говорят не соблюдать эту заповедь, то в этом случае мы не должны идти на поводу у родителей, да, и все равно не соблюдать эту заповедь, да, то есть почему, логика на самом деле очень простая, что вот всевышний, да, что он отец, как бы и отец моего отца, и отец мой отец, да, то есть отец, который на небесах, да, так мы ласково называем всевышнего, если он говорит, что нужно делать так-то и так-то, то как бы земной отец, да, кто заходит здесь внизу, да, то есть его по рангу, по статусу, да, по званию находится гораздо ниже, да, и поэтому в первую очередь мы должны слушать нашего небесного отца, да, то есть а потом уже то, что говорит наш отец, да, уже родной отец, да, и потому что, да, то, что слушать родной отец, потому что в принципе и наш отец, да, и мы сами обязаны в исполнении тор и заповеди одинаковым образом, вот, поэтому если, скажем так, главнокомандующий, да, на верху говорит, что нужно делать так-то и так-то, не делать так-то и так-то, то ниже стоящее звено, к тому же, само это звено, да, наши родители в такой же степени, как и мы обязаны выполнять эти тор и заповеди, да, и все равно нам, если нам родители в том случае говорят, что им нужно для тор и заповеди, то понятно, что мы их не должны слушать, да, то есть оно, что более высокое звено в армейской, если так, да, входит в армейской именологии, да, более высокие позвания говорит, что нужно поступать так и так, то если более низкие позвания говорит по-другому, то нужно идти за тот, кто более высокие позвания, тем более если Всевышний, да, еще раз повторим, он отец наших родителей, и он говорит, что нужно поступать так и так, да, то тем более мы должны его слушать. Однако понятно, да, что не нужно теперь приходить домой, выкидывать свою негашерную еду, запрещать всем включать телевизор в субботу, да, то есть быть таким религиозным, то есть сорви голова, всем все указывается, он говорит, что все не правы, что сейчас прав только я, вот, понятно, что тоже не об этом идет речь, вот, и когда человек должен в первую очередь думать о уважении отца и матери, да, то есть просто иногда это, не всегда это получается, да, например, в субботу, если вам говорили, что вот мне, как хорошо, если ты побыл бы со мной, в субботу не прошел бы синагогу, да, то тут как бы сложно соблюдать и эту, забыть, и эту, забыть, да, и, в принципе, человек должен выбрать, пойти в синагогу, да, а не остаться своими родителями, потому что это, кто сказать, что это, как бы, свыше не заповедовал, да, то есть родители не могут отменить, что заповедовал свыше, как бы верховный главнокомандующий, да, вот, однако соблюдать так, что и родителям тоже не будет от этого тяжело, да, то есть родители тоже не будут воспринимать это как что-то плохое и негативное, как все-то, что влияет плохо на мое чадо, то есть вводить до этого ни в коем случае нельзя, да, то есть ну и стараться всеми силами, будет, возможно, у каждого человека по-своему, чтобы видно было, да, что после того, как ты начал соблюдать уже заповедь, у тебя стало только лучше, да, и тогда, если ты увидишь, что это, на самом деле, хорошие и правильные вещи, да, Бог даже сами вернутся в раскаяние, да, то есть нужно всегда стараться, что наша особенная праведность, да, то есть особенно в первое время, когда мы приближаемся к служению свыше, она не нанесла никому ущерб, да, то есть из-за нашей великой праведности никто не должен другой страдать, вот, поэтому, с другой стороны, да, тоже, что нарушать Тор и Западе нельзя тоже, и даже если это связано с какими-то неудобствами, которые мы, не дай Бог, приносим своими родителями, или зачарованиями, которые приносим своими родителями, если это связано с обязанностью исполнения Тор и Западе, то мы все равно должны это делать, даже если это приходит наперекор наших родителей. Да, однако, все расскажем, да, это важная вещь, что человек должен постоянно стараться, что его родители будут, примут это желанно, да, то есть примут это с тем, как это правильно надо принять, да, то есть, и более того, да, мы знаем большое количество случаев, когда родители, видя, что их ребенок продвигается в религии, да, и видят, что от этого хорошо, да, что он становится более воспитным и лучше, то есть начинают возвращаться в родская не сами, вот, да, усиливают исполнение Тор и Западе. Есть такой интересный закон, что когда женщина выходит замуж, то, в принципе, обязанность уважения отца и мать с нее спадает, да, то есть теперь она как бы находится под властью своего мужа, и муж, в принципе, ей управляет и командует, ну, не совсем так, правильно так сказать, скажем, муж становится, ее семья становится, это ее муж, не дети, да, то есть муж, как бы, ну, грубо говоря, становится ее владельцем, и поэтому она как бы оторвалась от своих родителей, и теперь ее муж, это есть ее семья, это есть ее дом, вот, поэтому в первую очередь она должна любить и уважать своего мужа, вот, а уважение как бы родителям, понятно, что это тоже должно быть, но не в перекор уважению с его мужем, да, то есть когда приходит, как же, вопрос, да, то есть что должно, сейчас я должен уважить родителей или уважить своего мужа, то женщина замужняя должна припочесть, да, то есть ее должно быть первоочередным, это уважение ее мужа. Однако если она разводится, то, понятное дело, она возвращается как в дом своего отца, вот, и уважение родителей в нее накладывается точно так же, как и до замужества. С точки зрения родителей, да, от самих родителей тоже запрещено быть особо требовательными, да, и говорить, что вот вы меня дети не уважаете, да, то есть вы должны меня больше уважать, . В ходе фирма шлюха-норки, да, то есть, в ходе великого Cabin digamos написано, что вы так как говорится такими хорошими, такими хорошими, да, то есть вы это не делаете и это не делаете, да, то есть родители тоже так не должны поступать, да, и наоборот, так должны прощать своих детей, должны к отцу и сыну, матери и дочери. Вполне даже относится и к учителю и ученику. Говорят наши мудрецы, что в какой-то степени ученик по отношению к учителю для ученика даже больше, чем отец для сына. В какой-то степени связь между учителем учеником, она на более высоком уровне. Учитель, давая знания, настоящие истинно еврейские знания своему ученику, он дает даже больше, чем рождение, которое дает биологический отец. Поэтому уважение к своему учителю, оно тоже включается к уважению родителей. Уважение к старшему брату. Уважение к старшему брату, тоже как уважает своих родителей. Понятно, что уважение к родителям стоит выше и западе гораздо строже, чем уважение старшего брата. Но, в принципе, уважение к старшему брату, оно тоже очень важный момент, когда старший брат первенец должен иметь особое уважение у остальных братьев и сестер. Не только потому, что он старший в принципе, потому что в этом включается заповедь уважения отца и матери. Уважение старшего брата включается в заповедь уважения отца и матери. Почему же это запрещено родителям слишком требовать своих детей или учителя, требовать своего ученика? Если они будут особо много требовать и не будут его прощать, то будет очень много обвинений сверху в духовных мирах. Если человек не прощает, если его требует, он не выполняет эти требования, то у него возрастает требование в духовных мирах и человеку не может материализоваться что-то нехорошее. А если человеку, наоборот, прощает его грехи, прощает его какое-то недостаточное уважительное отношение, то наверху ему тоже это очень сильно прощает и ему легче дальше служить свыше и делать хорошие дела. Ну, на этом мы закончим наш урок. Если у вас какие-то вопросы, можете задавать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...